рекорд запустил я начну да всем еще раз привет сегодня у нас будет разборка видных приложений разбирать буду я через ладислав android девелоперы в эффектив и евгений комаров мой лид в эффектив если разу следующий слайд да следующий сразу так ну возможно вот какой у нас план сегодня годные слова скажем вообще про приложение к видны и зачем они нужны были да как люди пришли что используют во второе это система трекинга людей то есть мы затронем тему безопасности затронем тему какие именно технологии используются какие альтернативы да кто что используется приложениях потом непосредственно именно разбор приложений с точки зрения архитектуры на что на чем люди пишут получается мобильное приложение каким технологиям дает предпочтение сразу так забегая вперед скажу что во всех приложениях есть core модуль который ребята просто взяли так сказать с рабочих проектов и потом подведение итогов и вопросы обсуждения сразу хочу сказать что у нас формат встречи такой что можете в любой момент задавать вопросы то есть открытый формат если есть что-то сразу добавить то не стесняйтесь добавляйте как по приложениям так в принципе и если вопросы тоже можно сразу давай дальше так теперь я уступлю вообще в чем идея всяких ковидных приложений вообще этого механизма как вы все знаете вирус к вида он достаточно заразный и самое важное это детектить количество людей которые контактировали с зараженными и как-то их ограничивать есть много технологий которые позволяют это сделать более того они начали развиваться еще во время вспышки эпидемии прошлого вируса респираторного и во многих странах уже были какие-то наработки связанные с этим во многом как это вообще работает предположим в китае сейчас использовалась система когда каждому пользователю он устанавливал приложение с помощью анализа больших данных с помощью анализа камер с помощью анализа покупок там множество источников было каждому пользователю в итоге присваивался qr-код и этот qr-код был нескольких условно цветов красный желтый и зеленый если у вас был зеленый qr-код это значит что шанс того что вы с кем-то зараженный контактировали был минимальный и вы можете делать ну по сути что хотите ограничение для вас значительно меньше чем для других категорий желтый это значит что вы в группе риска и вам стоит посидеть неделю дома красный это значит что вот у вас совсем нехорошая ситуация вам обязательно нужно обратиться в медицинское учреждение пройти дополнительные проверки ну и сильно ограничить общение с людьми по этим qr-кодам пускали в транспорт пускали в некоторые магазины вообще разрешали выходить из дома и вас могли остановить на улице из попросить показать ваш qr-код и сделать какие-то выводы на основании этого причем это было реализовано ну совсем по-разному где-то это реализовано с помощью платежных систем где-то это реализовано с помощью камер слежения в корее интересная история была что они собирали все эти данные в одном месте а потом решили да ладно данные все в одном месте давайте их расшарим с другими разработчиками и по сути в огромное количество личных персональных данных пользователей попали в руки разработчиков которые использовали их по своему муслу ну само собой с помощью рекламы спама каком-то такие грязные условно называемых делишки ну и в этот момент пришло на самом деле пришло достаточно раньше еще осознание в азиатских странах это менталитет более привычен к слежке менее более толерантен к тому что компания использует персональные данные людей но с этим на самом деле есть достаточно большая проблема и в этот момент где-то на стыке две компании которые обычно необычно почти никогда не работают вместе это apple и google они решили что давайте мы дадим механизм на уровне нашего sdk который позволит собирать данные для о контактах людей причем это делать анонимно и на самом деле это был только толчок к развитию такой тех кто таких технологий не все приложения которые мы сегодня будем обсуждать используют именно их sdk но первую идею изначально заложили именно конгломерат этих двух компаний теперь давайте поговорим подробнее о том как именно работают предложенные их sdk ну и его подобное и передаю слово владу стоит отметить что google и apple начали разрабатывать свою айпишку для отслеживания можно так сказать людей но при этом параллельно и другие так сказать страны тоже разрабатывали и получилось даже забавно что швейцария выпустил он две недели раньше свое решение чем google с apple но решение очень похожи их я скажу дальше при этом решения разрабатывались параллельно но в основе всех решений лежит то что отслеживание идет через bluetooth и это понятно потому что в метро например у нас проблемы с интернетом да и вообще не очень хочется как-то вообще задимое действие с интернетом то есть какие-то данные отправлять не секьюрно вот и в основе всех технологий лежит bluetooth low energy технология этот как раз этот протокол нужен для передачи идентификатора устройства друг друга при контакте в принципе общая схема выглядит так что у нас есть устройство мы разрешаем там доступ bluetooth и мы отсылаем свои некоторые идентификаторы другим пользователям которые есть рядом с нами вот и при этом все технологии настроены на то что пока ты не заболел ты свои данные никому не шаришь кроме идентификатора но идентификатор по идее это ну ничего то есть ты не сможешь никак его споставить с пользователем там дальше скажу почему вот и есть многие такие вопросы по безопасности то есть первое да идентификаторы генерируются и хранятся локально наши например какой-то там секретный ключ используют все также стандартную криптографию код сама яс там хэш функции то есть все очень стандартно все же проверено единственное вот как это все применять там оптимизировать и данные всего вашего трекинга хранятся локально на устройстве пользователя и только при заражении передаются на сервис стоит также отметить что тут есть проблема в том что у нас айос андроид вместе нам нужно и айос андроид устройство определять айос как обычно там своими ограничениями и в айосе нельзя получается в бэкграунде отправлять вот это именно по bluetooth наши идентификаторы какая-то это системное ограничение apple я не знаю пофиксили они уже или нет для своего решения но можно отправлять другой идентификатор именно производители и многие решения видел именно так и делают ну то есть некоторые дефекторы как-то понять вообще кто есть тихо говорят да слышно или нет меня хорошо слышно уважение просто пишет что все хорошо написали просто тихо ну ладно давай следующий слайд тогда первая технология это технология пола губа она то чтобы прям первая но технология которая дала начало то есть у пола гугла был план не сделать именно мобильное приложение да какое-то у них был план сделать и пишку именно чтобы другие разработчики использовали в своих приложениях уже именно пишку google и apple и не заморачивались там с этой безопасности так далее вот единственное что они это долго очень с этим тянули две версии этих протокола появилась у google и apple то есть они модернизировали но при этом приложения очень мало которых технологии используют и как я понял они код даже то есть они сделали пишку они передают код так вот и как это примерно выглядит да то есть это как это демонстрирует google с apple да то есть у нас есть два человека они пообщались вместе потом один из них там заболел и передается вообще ключ как еще раз технологии bluetooth она отслеживает и именно вот у google google против того чтобы мы локацию запоминали и против того чтобы мы как-то регистрировались приложение то есть не мобильного телефона нет ничего мы полностью анонимные все что у нас есть некоторые ключи которые генерятся вот по технологию google apple раз в 10 минут есть один ключ который у тебя так скажем приватный там дальше будет есть получается ежедневные ключи и все что нужно приложение именно доступ какой-то в интернет это когда ты заболел ты отправляешь свою локальную базу то есть а там есть индификаторы всех пользователей с которым ты пересекался и ну а другие пользователи получается эти индификаторы обновляют есть там совпадение находит значит вы заражены стоит также отметить минусы технологии что например у нас нет трекинга ну то есть например мы едем в машине да и две машины стоят рядом то человек который сидит там машине он может быть заражен но при этом он не представляет для нас никакой опасности так как мы в разных все-таки машинах да но приложение отметить что вы скорее все тоже заразились проверьте там пройдите тест то есть такие минусы но с другой стороны больше приватности да то есть все таки и данная локации это данность которые можно работать и очень хорошо единственный еще минус технологии apple google что они предлагают использовать свои сервера именно для отслеживания этих людей и не всем странам это подойдет поэтому разумеется появились другие технологии следующий слайд еще до все про то что про apple это принципе я уже сказал так или иначе что периодически загружаются на нем на индификаторы чтобы проверить зараженным или нет сразу тут это так скажем самое извимое место что здесь можно атаки производить найти ежедневные ключи не знаю кому то нужно но ты можешь отправить скачать ключ который заражен и отправить всем пользователям что я заболел там условно вы все тоже вот в общем первое ты получаешь ключ зараженного человека эта информация именно ключ сам открыт что за человек мы не знаем но это присылается на устройство и если пользователь не успел на базу ключей то мы можем ему сказать что ты уже заболел вот не очень приятная ситуация давай дальше все протоколы работают которые еще есть представлены дальше скажи это еще два популярных они работают примерно как протокол google здесь небольшая такая диаграммка прям подробно и разбирать не буду это вторая версия то есть некоторые алгоритмы поменялись и некоторый порядок ну оптимизация то есть apple и google очень хорошо подошли в плане оптимизации устройство все быстро высчитывалось ну то есть все был хэш mac алгоритм его заменили на аес просто потому что аес оказалось работать быстрее на мобильных устройствах из-за ускорения вот то есть опять же apple и гугл молодцы вот но из-за своей политики что сервера у них и то что они все-таки немного долго делали свои решения но они проиграли на самом деле а если посмотреть все топовые приложения по трекингу то там свои решения ну что то я могу сказать не сильно может ну ладно я на самом деле подробно я думаю сами прочитать про эту схему главное что у нас есть некоторый ключ который у нас он у нас хранится локально и есть еще некоторые ключи они генерируются но по специальному алгоритму это ежедневные ключи они меняются раз десять минут вот и нас в принципе никак нельзя отследить ну на самом деле можно но но из-за того что у нас база постоянно обновляется то есть ключей новых и если обновлять то у вас никаких проблем не будет вот давай дальше есть следующий на есть технология на самом деле наверное эта технология мне больше всех понравилось блюдо рейс протокол сначала нам в сингапуре стартанулы технологии используется в приложении чехи смотрел здесь основное отличие в том что здесь у нас регистрация используется мобильный телефон то есть нас уже можно идентифицировать как человека до реального то есть кому телефон привязан что это за человек но здесь как это все на сервере хранится да и мы не знаем эту информацию это первый раз нас спрашивает номер телефона а потом уже которые также ключи у нас генерируется они у нас локально все хранятся вот именно в чешском приложении используем базу данных ru и кстати вот еще плюс других технологий в том что apple с гуглом все-таки они словах все рассказали как у них что работает а вот именно кода но я вот не видел то есть это не open source решение а здесь ребята как говорят так оно есть ты заходишь проверяешь ждать действительно при этом они еще свои серверы выложили то есть как работает сервером все прозрачно и в этом плане как бы им плюс вот единственное что они запрашивают номер телефона и локацию не тоже запрашивают это ну это немного хуже но это не страшно с другой стороны запрашивая локацию мы уже можем отследить в машине да был человек или нет то есть ложные так сказать эффекты заражения отметаются вот и стоит отметить что именно в этом протоколе сейчас сбился немного смысле да в этом протоколе все в принципе точно так же как у гугл дополнительные есть параметры также во всех протоколах учитывается именно еще длительность контакта по bluetooth то есть передается сколько был контакт расстояние и ну непосредственно за сами девайсы и это все хранится локально все шифруется ты только в случае заражения ты отправляешь то есть кажется это идеальное решение здесь единственное мы никакие ключи не обновляем периодически если мы заразились то нам может пуш прийти могут нам позвонить то есть у нас позвонить прямо на номер телефона нам потому что мы сначала зарегистрировались понятно что мы за пользователи как с нами взаимодействовать ну здесь данные на сервере хранятся 6 часов то есть когда мы их отправляем они потом все равно удалятся ежедневные ключи обновляются тоже чуточку быстрее не по 10 минут но это такие незначительные изменения вот давай следующий и еще следующий слайд есть еще один протокол это ну их всего три таких достаточно как сказать популярные которые были призваны лучшими этот протокол вышел на две недели раньше даже чем Apple и Google протокол вот правительство Швейцарии, Австрии и Эстонии используют его в своих приложениях протокол прям максимально похожий на самом деле на протокол Apple и Google даже немного было интересно что они в одно время упустили прям одинаковый протокол ну размер ключей также 32 байта единственное что Apple и Google дневные ключи там сделали размер по 16 байт ну оптимизация то есть вопросы оптимизации у них поменялись и вот этот протокол DPE 3T прям идентичный его плюс почему его все таки используют а не Apple и Google потому что он тоже open source и опять же мы видим код и тоже есть сервер все открыто все наглядно то есть доверять Apple и Google не очень хочется вот а когда у тебя консуар совершения там даже написано как можно это все поднять сделаете это очень классно ну про атаки в принципе плюс-минус я сказал что они основные дневные ключи другие атаки ну все ключи генерации первое рандомно атаки на них не произвести также алгоритма yes вы тоже не взломаете и все данные даже если какие-то отправлять они быстро но через 6 часов там у кого-то даже через час могут удалиться и в любой момент вы можете все данные отозвать то есть сказать что я больше не хочу ими делиться это все удалится и у вас локально удалится и на сервере решение open source все очень классно вот ну давай дальше а по предыдущему или что 6 часов я имею это данные те которые ты отправляешь то есть первоначально все данные хранятся у тебя локально это база данных вот как я говорю там в основном это ru и только когда ты заражен ты ну твоей совести да ты сам говоришь я хочу поделиться своей информацией с кем я пересекался но пересекался ты именно идентификаторы некоторые с которым ты не можешь взаимодействовать они отправляются либо ну они направляются на сервер а сервер там уже решает что с ними делать вот и просто на эти на сервере не нужны твои данные долго то есть нужно просто проверить видимо 6 часов хватает чтобы всех людей предупредить и все а потом они удаляются то есть тут ребята прям за безопасность что никакие данные должны сохраняться если они вдруг сохраняются то мы их потом удалим вот ну временные интервалы могут быть разные может у кого-то 6 у кого-то может быть меньше сразу может возникнуть вопрос а как же в россии с такими приложениями и с отслеживанием ну я пытался гуглил что-то такое но ничего конкретного не нашел максимум что я видел это приложение от которое использовалось в москве для ограничения пропускное приложение там селфи и так далее но там тоже ничего не слышал про bluetooth только про координаты ну и хотел дополнить что ну у нас же в россии есть законы то есть информация здоровья это вообще это может быть даже гостайны ну вы понимаете если о чем здоровье идет речь да и поэтому все эти решения и нацелены на то что максимум анонимности вот но в россии я прям сомневаюсь использовать apple и google решения вот да и уже не будет ничего делать да вполне вероятно так ну и теперь теперь когда вы все в курсе о чем вообще эти приложения вернемся ближе к android разработке и посмотрим те приложения которые выложили открытый доступ некоторые страны мы сегодня рассмотрим приложения от всемирной ассоциации здоровья итальянская великобритания австралия австрия чехия и швейцария это приложение которое выложили первыми в открытый доступ как-то они так попали в информационное поле и в первую очередь мы будем говорить о них сейчас я предлагаю немножко абстрагироваться от темы ковида и рассматривать в первую очередь как мобильное приложение и конечно мы будем смотреть на следующие аспекты как и когда вы ее ревьюете любое мобильное приложение первое это язык слэш фреймворк второе это используемая архитектура внутри приложения третье это di четвертое это асинхронная работа пятая навигация ну и все остальное по по мере выделения приложения из общей массы я постараюсь для начала показывать слайд немножко говорить про само приложение потом если потребуется шарить экран шарить android studio и мы будем вместе бегать по приложению и смотреть какие-то любопытные вещи учитывая то что ревью приложения это знаете такой креативный процесс интересы на что посмотреть у всех могут быть разные поэтому не стесняйтесь пишите в чат что вам именно хотелось бы посмотреть что вам именно хотелось бы обсудить помимо того что я уже написал если есть у вас какие-то предложения идеи можете сейчас озвучить если вы окей то можете промолчать мы продолжим дальше ну видимо все окей надеюсь света с нами сейчас потому что первое приложение всемирной ассоциации здоровья оно как раз на флаттере оно не блещет большим количеством каких-то интересных девайтерских штук на обычном флаттере написано ничего особенного в нем нет если света ты прям хочешь нырнуть в него и посмотреть у тебя сейчас будет время его скачать и ближе к концу доклада самой самой рассказать про это флаттер приложение если в целом то ну я не думаю что будет сильно интересно его рассматривать я сейчас его открою вот ну видно android studio из библиотек здесь ничего особенного не подключено все все классическая флаттеровская http запросы нету даже никаких div dependency нет никакой генерации ну и написано на флаттере но нельзя сказать что хотя он достаточно новый по моему последний 1.1.18 свет поправь мне если я не прав и я думаю что мы сильно на нем устанавливаться не будем все таки первое интересное андроид приложение но обратите внимание что флаттер приложение тоже представлено в этом списке это знак того что флаттер востребован особенно для быстрого прототипирования и всемирная ассоциация здравоохранения это как та организация которая должна была выпустить приложение первой хороший пример поехали дальше италия 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 это интересный кейс в целом она использует kotlin она используется в модельке live data и что интересно я сейчас его открываю вам италия 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 вот на нем мы задержимся подольше подольше секундочку надо было это к сожалению нельзя сразу настроить один раз чтобы все всегда работало поэтому включу режим докладчика включу проектную штуку ну и в первую очередь давайте посмотрим какие зависимости здесь подключены и на чем вообще работает все приложение во первых обратите внимание на вот этот project debug menu очень полезная штука в других приложениях я это не видел но этот проект debug menu на самом деле это отдельная activity которая запускается изнутри изнутри кода и она представляет из себя по сути тут нету верстки поэтому смотрите по этому оно представляет себе список кнопок которые вы можете нажать чтобы сделать какую-то дебаг работу почистить данные удалить какую-то данную получить информацию о девайсе ну прям в шторке условно на отдельном activity в шторке которая заскакивает принудительно выйти из приложения и так далее советую если вы будете когда-то такое делать меню задумайтесь еще о нетворк логах потому что практика показывает что во время общения с QA именно логи которые получены здесь и сейчас на девайсе нетворк логи позволяют решить проблему даже не открывая android studio не открывая код и сразу указывает где находится backend frontend android часть прям великолепная вещь поэтому для дебаг меню обязательно какую-то шторку добавляйте так я вижу в чате вопросы нет там прям ui кнопочки прям ui кнопочки которые секундочку покажу я не понимаю как мне задавать вопросы я буду поднимать руку если что чтобы не перебивать внезапно ну или если в чате удобно да не это нормально я не хочу чтобы это был доклад где мы с Владом просто рассказываем а вы сидите и слушаете это не так интересно для нас будет чем когда вы будете спрашивать свои вопросы и мы будем какое-то коллективное исследование делать это значительно эффективнее чем просто простите я сейчас удалю лишние шумы а вот по сути это как я уже сказал это просто юшечка с иконочкой с тайтлом и с коллбеком который дернется когда эта кнопочка нажмется и все ну вот ну вот коночка и все сразу скажу кажется запускать каждое приложение сейчас нерезонно внутри репозиторию выложены скриншоты этих приложений более того некоторые из них прям доступны поэтому если вам интересно зайдите и посмотрите как как вот это реализовано а еще лучше сбивите его сами запустите и сами все увидите так возвращаемся мы остановились на дебаг меню после этого обратите внимание здесь используется kotlin забегу вперед kotlin используется во всех приложениях кроме двух на флаттере и одно швейцарское на джаве знаете есть такой этот швейцарская точность джава у меня есть какие-то такие ассоциации и обратите внимание здесь используется карутины карутин тоже у нас сегодня будет много поэтому имейте ввиду то что это уже ну стейбл технологии которые реально можно использовать я я не готов сказать что это прям стандарт для рынка потому что стандартом для рынка все еще является rx java но тренд на смещение есть и небольшие аутсорс компании даже большие аутсорс компании вполне могут себе позволить уже переходить на карутины дальше view page navigation здесь используется android навигация и используется она достаточно просто она используется через где это было не факт что я сейчас сразу же найду быстро да здесь используется навигация и эта навигация она используется через live data упрокидывается из ее модельки и из ее модельки мы уже делаем команду собственно на навигацию видите navigation to main page mutable live data когда мы сюда передаем true у нас автоматически включается внутри фрагмента граф навигации который нас передиектит на navigation to main page дальше что мне здесь понравилось обратите внимание на вот эту вот вещь mutable state flow и просто state flow это появилась это коротиновская вещь коротиновская которая появилась не так давно и на самом деле она призвана заменить собой live data по функционалу они очень похожи оно сохраняет состояние когда на нее подписывается она дает состояние все что в нее положили она редиректит на всех подписчиков и в целом можно сделать так чтобы она уважала жизненный цикл активити поэтому крутая замена самой live data и более того эта штука mutable state flow он может использоваться и для мультиплатформенных проектов на котле мультиплатформе поэтому мы по крайней мере будем стараться использовать в ближайшее время именно mutable state flow оно все еще находится в экспериментальном IP но зная учитывая то что коротины они даст и flow сам по себе он достаточно простой то вряд ли что-то кардинально поменяется и можно спокойно применять это в проектах это мое индивидуальное мнение поехали дальше network network слои кстати тоже интересная вещь которую надо было отдельно выделить постараемся в каждом проекте его тем или иным способом затрагивать используется retrofit это не то предложение которое мы вам затиздили тут действительно используется retrofit но вспомню где это все смешалось кони люди так секундочку я прошу прощения просто проектов действительно много и все открыто нужно страницах было действительно тяжело а что здесь происходит здесь по сути когда мы делаем запрос к опишечке у нас возвращается обратить внимание network resource который из себя представляет sealed класс success или error то есть все ошибки обрабатываются на уровне network слоя именно через sealed классы и нас принуждают использовать when когда мы их обрабатываем как это выглядит внутри самого вызова так suspend save api call и если мы посмотрим то save api call мы вызываем dame upload плохой пример тоже плохой пример это всякие валидации мы вызываем call и и и возвращаем true если network запрос удался а вот здесь поинтереснее смотрите мы делаем api call и нас синтаксис языка принуждает обработать все кейсы которые у нас лежат в ресурсе а в ресурсе у нас лежит network sealed класс true fall success error и нас здесь принуждает обработать оба результата больше никаких ошибок что они обернули в три кейдж больше никаких заморочек что не обработали где-то так наверное самая крутая вещь из функционального программирования которую которая используется здесь и которую мы используем в своих проектах это вот как раз обработка ошибок как реально респонса особенно учитывая то что в Kotlin нету обязательного прописывания ошибки которые может выкинуть из этого метода оборачивание все в такие структуры значительно сокращает количество ошибок значительно советую советую так дальше я это про Италию и все если вам интересно я хочу дополнить про Италию просто мы первым посмотрели про безопасность да то есть данные три приложения хранятся в encrypted shared preferences шифруются они с помощью аэс 256 и в принципе используется для генерации ключей это библиотечка jetpack и так мы видели там тоже импорт и все android security x вот в общем ну и понятно если настройство который поддерживает там full disk encryption file encryption то еще дополнительно и это безопасность тоже улучшается в принципе другие приложения плюс минус так же все и делают вот этот storage да я ничего не путаю нет задерживаешь ну по сути да влад дополняй меня по шифрованию и безопасности все таки не зря ты учишься поехали дальше jpack молодцы они все сделали можно теперь не учиться берешь просто их решение все да поехали дальше следующее приложение следующее приложение велика британия по великобритании секундочку я сейчас все у себя открою а обратите внимание в итальянском приложении чуть-чуть забежал вперед и сказал самый интерес ну одно из самых интересных это с точки зрения архитектуры как мы подписываемся на данные у нас есть вью-моделька у которой торчат наружу state flow и мы на эти state flow подписываемся на изменение состояния то есть у нас делается callback и мы на основании данных из state flow меняем состояние ну тут нереактивный интерфейс к сожалению но в целом тоже рабочий ну предположим давайте покажу какой-нибудь фрагмент у моделька инициализировали плохой пример сетап сетап фрагмент он резюм он резюм он резюм он резюм он резюм он резюм и внутри версточки почти везде используется constraint layout наверное к сожалению везде используется constraint layout и если посмотреть то версточка достаточно простая на всех приложениях реактивщины пока здесь нет дальше великобритания по великобритании давайте я открою великобританию так здесь нужно прописать дополнительные зависимости но что я не успел сделать там нужно url там нужно поднимать собственный backend для этого всего чтобы это работало поэтому я пока оставил так как есть если хотите побаловаться можете поднять все будет работать опять же идем в нашу gradle скрипты gradle и смотрим gradle и смотрим где тот gradle где тот gradle вот он вот он и проходим по зависимостям обратите внимание тут также используются view модельки также используется constraint layout ну это наверное даже не буду упоминать дальше 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 room используется jetpack на самом деле сделали прям крутую работу по популяризации своей библиотек они все работают достойно поэтому есть конечно нарекания но если вам что-то нужно и вы не знаете что именно взять базу данных там или навигацию или еще что-то и вы не уверены что хватит экспертизы выбрать что-то хорошее можете спокойно использовать jetpack потом когда поймете что что вам конкретно нужно сможете спокойно перейти здесь используется dagger здесь используется карутины а вот в плане навигации если вы посмотрите то здесь используется ручной привод на фрагмент менеджера из интересного это именно то приложение которое мы частично заспойлили здесь используется библиотека волей библиотека место ретрофита я ни разу не сталкивался ни разу не работал сам с этой библиотекой но как они здесь все обернули волей выглядит достаточно эрегантно плюс достаточно просто было для нее внедрить шифрование для волей и действительно просто было обернуть все это в видите метод send метод самый распространенный метод и тоже обернуть в deferred коротиновский который вернется из метода send а если про волей остановиться то использование достаточно простое прозрачное используется здесь оно только ради дополнительного шифрования ну а вообще библиотека поддерживается и поддерживается гуглом можете сгуглить мало ли может вам когда-то встретиться на ваших проектах если у кого-то есть идея почему именно волей здесь используется а не ретрофит более глубокие чем просто шифрование дополнительное то you're welcome ну я вот так не сделал как-то так а дальше про di и мы сказали что это дайер давайте посмотрим его и составляющую потому что здесь с юаем и модель в модель в модель а стоит стоит секундочку я путался немножко а где у нас это диагноз простите не нужно какая-то модель к вам давайте например диагноз и модель к внутри в модельке есть стоит обратите внимание это юзер стоит что такое юзер стоит юзер стоит это статус это стоит по сути какой может быть у экрана что именно может с ним происходить это силы класс стоит в котором есть энное количество методов которые используются на мой взгляд не самое идеальное решение использовать методы внутри силы класса но окей и у него есть следующее количество ограниченное количество состояния которое нужно принимать юай подписывается на лайф дату которая имитит стоит и всегда подстраивается под эту лайф дату и есть методы которые обязывают юай обработать все возможные стейты для этого состояния для этого экрана то есть если мы знаем что юзер стейт у нас может быть дефолт стейт рекавери стейт амбер стейт ред стейт и чекин стейт значит в юае мы будем обязаны обработать все эти пять стейтов тем самым это будет дополнительная защита от того что кто-то что-то забыл с таким подходом он похож на мвайный реактивный интерфейс когда мы подписываемся на стейт меняем юай внутри фрагмента и активити ну и действительно ошибиться значительно меньше возможности тут нету второй составляющей мвай когда мы подписываемся изнутри вью модельки на юзер команды какие-то или иные эффекты но реактивность уже прослеживается так это все по Британии если есть какие-то вопросы задавайте пока я открываю следующий слайд открываю следующее приложение какое ваше любимое приложение мне очень мне очень понравились итальянцы потому что у них они используют стейтфлоу они не побоялись используют стейтфлоу я вот в этом плане доверяю им стейтфлоу потому что крутая штука и вообще у них достаточно хороший подход коинг рутинный дебаг меню ну прям очень мне близко в плане фичей и инструментов для разработки я действительно верю что все эти инструменты они ускоряют разработку производку и самое главное не только ускоряют но и не дают возможности ошибиться снижают возможность ошибиться но при этом достаточно простые для изучения вообще концепт мви для бедных условно так его назовем мне действительно нравится реактивные декларативные интерфейсы которые обязывают разработчика проверить все ну мне кажется так и нужно делать я соглашусь с Жене что у итальянцев действительно классное приложение и помимо самого приложения у них еще очень хорошие так сказать прозрачности они отвечают на все вопросы у них есть прям сайт где люди задают вопросы почему вы сделали например так а действительно ли тут все безопасно и ну в общем как там работа с комьюнити у них еще очень хорошая отзывчивые ребята их и скачивание много вот ну второе приложение которое мне понравилось это у Чехии оно будет позже вот тоже очень хорошее но Женя дойдет до него да дойдет до него про Италию рассказывали я хотела оставить комментарий что кажется это ваше любимое приложение оно было просто первым первым так Австралия 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 простите ребята я запутался слишком много открытых проектов мы можем в другой порядке какой-то открыт так кажется это оно не обращайте секундочку идем сюда идем сюда идем сюда в целом я не знаю это есть а это что так Так. В целом, дженерик по австралийскому приложению. Сейчас пройдемся. Опять же, библиотечки. Kotlin, AndroidX, Room, Retrofit, RxJava. Первый, кстати, проект, обратите внимание, с RxJava. До этого у нас было два проекта с картинами, этот с RxJava. Навигация гугловая, Lottie. Lottie хороший кейс для того, чтобы быстро что-то накатить, какую-то красивую анимацию. Давайте посмотрим. Здесь на самом деле нет ничего такого интересного. Где он, где он, где он? Extensions, NetworkSloy. Давайте начнем с онбординга. Здесь вообще, если вы обратите внимание, презентеры фрагмент. То есть это здесь не в U-Modell. Это первое приложение без U-Modell. Это MVP. В чем MVP? Оно на таком... Частично... Как это сформулировать? Основное MVP, в котором презентеры все написано сами. Они не используют никакой библиотеки для этого. Они все презентеры инкапсулируют внутри себя. И каждый презентер имплементирует Sliceo Collapse Robo, который позволяет калбеки учитывать жизненные циклы активити. На самом деле я бы не стал вообще долго задерживаться на этом приложении, потому что оно полностью кастомное. А, ну за исключением того, что, опять же, вот этот вот концепт Acer, он действительно называется Acer в функциональном программировании с fail и с accessом. Тоже часть функционального программирования, тоже часть реактивчины. Используется много где, и вам советую затаскивать Acer и пизде, где только можно. Я думаю... Я бы тут еще отметил, что у ребят в основном все решения их кастомные, а навигацию они взяли гугловую. То есть многие сейчас, ну, не любят гугл-навигацию, говорят, да, это, во-первых, гугл, опять, наверное, что-нибудь там поломают. Вот, но при этом они... здесь нет своей навигации, а гугл. Мне она нравится, прикольная визуализация есть. Ну, прикольная, да, там есть определенные проблемы со сложенными flow, особенно с bottom navigation, но использовать можно. С многомодульностью, ну, понятно. Поехали дальше. Австрия. Так, слайдик. Австрия. Интересное предложение тем, что здесь используются и карутины, и Rx. Сейчас я его открою. Причем, когда я говорю, используется и то, и то, реально используется и то, и то. Видимо, в тот случай, когда смешали из нескольких проектов. Да, да, да. Из важного, я не буду остановиться на всем, из важного. Здесь используется стетха фейсбуковская для дебага, и инструмент, почитайте про него обязательно, во многом он сильно упрощает дебаг приложений. Там есть и веб-страницы, которые позволяют посмотреть верстку в вашем приложении. Там есть и дополнительные логи, там есть очень много всего. Как минимум, держать в голове, что стетха есть, и его можно использовать, надо. Так, здесь Core. Здесь также используется Coin. Во всех приложениях, кроме одного, используется Coin. На самом деле, достаточно такой хороший значок, что Coin действительно можно использовать. И вот, вот это меня во прямый момент очень удивило. Я думал, что это ошибка, когда и каротины, и RX. Но когда я начал смотреть дальше, я понял, что здесь есть, ну, действительно, на полноценно используется и RX, и каротины, и... Наверное, сходу я не найду. Bicep. К этому еще потом вернемся. Да, вот, Scope of ViewModel. Обратите внимание, Scope of ViewModel, внутри которого есть Disposable, RX-овский, который очищается. Но, тем не менее, Scope of ViewModel реализует интерфейс Caroutine Scope, в котором есть Джоба, и эту Джобу они отменяют, когда все чистится. И, ну, выглядит очень интересно, конечно. Тут явно видно, что, как Оля подметила, что частично использовали из уже готовых наработок, частично из каких-то других источников. Прикольно, имеет право на жизнь, но я бы так не стал. Дальше. Здесь используется Epoxy. Epoxy это фреймворк от... Airbnb, которая позволяет на все экраны реализовать на Recycle View. И за счет этого не перерендеривает лишние элементы. Там тоже надо про него почитать. Я бы... Если его изучить, если его уметь использовать, он действительно эффективный, но это дополнительное комплексе для дополнительного усложнения проекта. Имеет смысл использовать, если вы уверены, что все разработчики в команде хорошо с ним общаются, и он... И такая производительность вам действительно нужна. По поводу навигации. Здесь, опять же, ручной привод через фрагмент менеджера. И вот здесь есть такая еще интересная вещь. Это... BaseFragment. Все приложения, про которые мы сегодня разговаривали, сделаны на фрагментах. Там single activity или 2-3 activity на все приложения. И обратите внимание, обычно возникают проблемы, как с фрагмента, когда вы все делаете на фрагментах, изменить цвет tool bar или navigation bar, или изменить какой-то другой атрибут внутри activity. Так вот, здесь это реализовано внутри base фрагмента. Там есть специально onToolbarVisible, providedToolbar. И вот эти вот все параметры, когда вы создаете фрагмент, вы можете их переопределить. И на нужном этапе onActivityCreated пройдет проверка, а нужно ли включать tool bar или нет. И дернется метод у базовой activity этого фрагмента. Он действительно найдет фрагмент activity, и у него дернет метод, что нужно сделать с visibility tool bar. Тоже советую использовать именно в таком формате, когда все внутри базового фрагмента, чтобы не было каких-то странных фрагментов, с которых мы неявно дергаем activity и так далее. Чтобы все по максимуму упаковывать в базовый фрагмент. Дальше. Есть еще один интересный интерфейс здесь. Это PermissionChecker. Это интерфейс, который может реализовывать фрагмент. Если фрагмент реализовывает этот интерфейс, то базовый фрагмент занимается всем, что касается запроса получения перемишенов и обработки перемишенов. Ну, как пример. BaseFragment, BaseFragment. Обратите внимание, здесь два модуля. Один коровский, другой эповский. Поэтому нужно искать... Давайте сделаем по-другому. Похоже, он нигде здесь не используется. Или я просто не могу найти сходу. Ну, давайте не будем тратить на это время. Если вкратце, то когда вы реализуете этот интерфейс, вы обязаны будете имплементировать методы. Что делать, когда Permission разрешен и этот Permission пробросит в вашу вью-модельку. Действительно, мне понравился подход. Советую пересмотреться и затягивать себе место всяких библиотек. Там, типа, как он называется? Permission Handler библиотек, по-моему, называется. Такое простое кастомное решение на фрагментах выглядит для меня более репрезентативным. Так, если... А, ну и давайте немножечко. Я много говорю про Coin, но ни разу не вдавался в подробности. Может быть, кто-то не знает, что такое Coin. Коин это... Есть споры, конечно. Dependency Ejection это или это сервис-локатор. Но позиционируется как Dependency Ejection, хотя, по сути, он больше похож на сервис-локатор. В чем особенность? Вы внутри... Есть Scoped-модуль. И этот модуль, он предоставляет через Kotlin-овские DSL-ы простой способ пробросить зависимости внутрь вашего приложения какие-либо. И... Так, Моши, Моши, Моши. Я сейчас найду, где он анализируется. Влад, ты не помнишь? Нет, конечно. Что, думаешь, на память все помню-то? А, вот BaseApp. Бализуется очень просто. Внутри аппликейшена StartCoin, и в рамках которого указывается список модулей. Очень похож на Tagger Concept. И в чем фишка? Я чуть попозже покажу. Круто ложится на ViewModel. И есть специальная аннотация внутри модуля. Здесь, в этом проекте она не подключена. Которая провайдит ViewModel с помощью конструкторов. И выглядит действительно просто использование зависимости внутри ViewModel. Причем, чтобы создавать эти ViewModel не только... Ну, знаете, есть проблема у ViewModel и с Tagger, предположим. Что если вы хотите заинжектировать какие-то зависимости внутри ViewModel, при этом указать для ViewModel какой-то параметр, еще, ну, предположим, не знаю, ID магазина, для которого создается эта ViewModel. Вы не можете это сделать просто так в конструкторе ViewModel, потому что у вас в конструкторе ViewModel есть зависимость от Tagger. И нужно, есть несколько путей, как это обходить. Можно это сделать, но для Коэна это делается очень просто. Пишется внутри модуля конструктор. Скорее всего, здесь не получен. ViewModel. Здесь пишется, там, входные параметры, param, int. И создается конструктор ViewModel. Как-то вот так вот. И все. И у вас и зависимости внутри ViewModel прокинуты, и параметры, которые вам нужно тоже прокинут. Ну, там, конечно, есть какие-то еще зависимости у нее. У этой ViewModel еще какие-то. Ну, и ваш параметр, который вам нужно дать. Тоже для простых проектов, которые там месячной длительностью, советую использовать именно Coin. Может быть, Android killed, но не могу сказать, что прям стоит. Пока что я с ним не разобрался до конца. Следующее приложение, если по этому вопросов нет. Чехия, про который говорил Влад. Влад, хочешь, можешь сам рассказать про него? Да, рассказывай, у тебя там все скачано. Там, в принципе, они похожи. Мы же не так подробно. Да, я уже перестал быть подробным. Так, секундочку, открою. Что здесь особенного по сравнению с другими приложениями? Здесь также используется Coin, здесь также используются ViewModelки, но это единственное приложение, в котором используется Data Binding. Где он, где он включается? Build Features. Я забыл, где он включается, но, по сути, он здесь включен. И на самом деле, я думаю, что это показатель того, что из всех приложений только одно использует Data Binding. И я в последнее время не слышал восторженных отзывов про Data Binding, зато я постоянно слышу от людей, которые говорят, блин, у нас здесь Data Binding используется, мы уже запарились его выпиливать. Проблем с Data Binding много. Краткосрочно на маленьких проектах you are welcome, а на больших я бы тоже не рекомендовал, потому что можно выстрелить себе в ногу. А ты когда-то слышал восторженные отзывы? Когда-то было время, что ты слышал восторженные отзывы? Data Binding? Кроме как в теории? Нет. Кроме как от меня? Кроме как в теории? Знаете, нет, не слышал. Так. Блин, я не могу вспомнить. Не, ребят, наверное, не слышал. Прям восторженных отзывов. Поэтому... Но тем не менее, все его почему-то и начинали использовать. Так. Здесь Rx, Material, Retrofit. Кстати говоря, я не обозначил, но во многих приложениях примерно 50 на 50 используются Gasson и Moshy. Когда мы пишем приложение на Kotlin, советую использовать именно Moshy или Kotlin сериализацию, потому что Gasson на лобовое значение. Gasson плохо совместим с Kotlin, и вы можете получать рантайм на ошибки из-за того, что Gasson сказал, что все нормально, а на самом деле поле null пришло. На самом деле поле невалидное пришло. Поэтому лучше Moshy. Вот еще смотри, они RxJava 3 уже затащили. Ну да, да, да. Но один фиг. Зачем RxJava 3, когда есть карутины? Которые рекомендует Google. Да. Да и не то, что рекомендуют. Они действительно проще и прозрачнее. Здесь из интересного также используется... Вот Влад сказал про Чехию и про Швейцарию, что используется... Как его называют? Протокол DP3T. Это в Швейцарии, а у чехов этот Bluetrace. Вот это чешское приложение? Да. Ну у них, да, используется, да, там прям много кода посмотреть можно. Окей. В чем здесь особенность? Сейчас я найду. Network. Fake Network и всякие. Ну да, в этом приложении там Firebase. То есть там... Как я помню, вообще нет запросов. Обратите внимание. Кстати, Java. А знаете почему? Потому что я открыл Чехию в Швейцарии. Да, я тоже смотрю. Ладно, раз уж я открыл Швейцарию, давайте забудьте про то, что я говорю. Швейцария. Единственное приложение написано на Java с RxJava, само собой, не коротинами. И... все верзится вокруг их библиотеки. DP3T. Вокруг этого SDK. Я туда внутрь не лез. Это... слишком кастомная история. И мне как просто Android-разработчику это не так интересно. Если хотите, можете посмотреть. Поэтому... Я все закрываю. Ну и тем более, приложение написано на Java в 2020 году. Я его не понял. Если у кого-то есть идея, мысли, почему это сделано именно так, you are welcome, но... я не понял. Вот. А вот это вот чешское приложение. Я начал про него рассказывать. Уже. И... Room, Gesson, не Mosh, Gesson. Bluetooth-сканеры. Влад уже сказал, что Bluetooth-трейс их протокол используется там. Coin. Обратите внимание, Coin использовался везде, кроме одного приложения. Навигация. И... Что здесь из прям интересного-интересного в сравнении с другими проектами? это ивенты. Они... Ну, это сильно похоже на вью-модельку. Внутри вью-модельки есть mutable-life-data, на которую подписывается фрагмент, чтобы получить... отобразить какой-то стейт. Тут нету явно выведенных стейтов, в отличие от предыдущего приложения, которое мы рассматривали. Но здесь есть ивенты, команды, которые прокидываются изнутри фрагмента, внутри вью-модельки, чтобы произвести какое-то действие. То есть там нету огромного количества методов у вью-модельки. Здесь есть просто метод, который принимает команду. И все. С рэксом, видите, тут написано subscribe, subscribe, subscribe. А где подписка на команду? Сейчас найду, покажу. Подписываемся на класс и когда мы получаем команду, мы что-то делаем. В чем преимущество? В том, что эти ивенты это контракт того, строго определенный контракт того, что может именно делать вью-моделька? Какие ивенты могут прокинуться с фрагмента внутрь вью-модельки? Если это сделать двунаправленно, то есть фрагменты прокидывать команды по контракту, а с фрагмента из модельки прокидывать state внутрь фрагмента, чтобы отобразить какие-то данные, то будет некоторое подобие MVI. Просто надежно и советую использовать такой подход. Мы часто его используем. Не с авентами пока что, с авентами во всех новых проектах мы так будем делать, а с стейтами уже используем. так. Наверное, это все, что я хотел рассказать в целом. Я на самом деле ожидал, что будут какие-то вопросы, какая-то дискуссия, потому что я рассказал то, что было в моей голове, и вам могут быть интересны другие вещи, но надеюсь перевозчетную задачу показать вам, как делают приложения в других странах, я дал. И на самом деле про Швейцарию мы проговорили. Есть перечень выводов основных трендов разработки. Как Влад вначале рассказал, что из-за сжатых сроков, в которые нужно было реализовать приложение, многие тащили туда те подходы, которые они использовали на проектах своих боевых, многие тащили туда даже core компоненты, которые как мы посмотрели в Австрии core модуль явно какого-то другого приложения, потому что там permission checker даже есть, но он не используется. И это вот мне кажется, там в 16-м год даже есть комментарии, что они в 16-м году написали. Да, все пишут, когда нужно быстро, тянут за других проектов. И самое главное, что можно сделать некий срез того, некий географически непривязанный срез того, как пишут приложения в целом мире. В целом все используют вью-модельки в то или ином виде. Я уже молчу про то, что Java выглядит как Legacy, все пишут на Kotlin. И что Koin действительно стоит к тому, чтобы его рассмотреть. Некоторые в России часто говорят про тус-пики, про кодейны, но с точки зрения того, что я читал, с точки зрения того, что я видел, и плюс подкрепленное опытом этих приложений Koin используется очень часто, и он действительно простой. Если вы его не щупали, как минимум обязательно пощупайте. Может быть, Dagger Hilt составит конкуренцию на небольших проектах, месячных проектах, но пока что Koin сильно побеждает. И обратите внимание, что раньше у Koin в чем преимущество главного Dagger, в том, что в Compile Time проверяется весь граф, и вы не будете получать рантайм ошибки из-за вашего DI. В Koin эта проблема из-за того, что он в рантайме решает зависимость, решается чуть по-другому. Есть просто тест, юнит тест, который можно запустить, чтобы Koin сам проверил представленный ему граф, есть он или нет. С помощью этого теста, если добавить его в Continuous Integration, вопросы по рантайм ошибкам, главное преимущество Dagger перед Koin пропадает, и они действительно сравниваются. Все остальное это только практика использования на больших масштабных проектах. Ну и общий тренд, что коротины используются так же часто, как Rx, Java, Kotlin. Если учитывать, что они значительно моложе, то тренд перехода на коротины намечается, и как только с моей колокольни фиктивный такой стопор экспериментальной IP пропадет со всех коротин, slow и так далее, то нужно использовать только коротины даже на огромных проектах. У меня все, на самом деле, Влад, если есть что добавить, или, ребят, если есть какие-то вопросы по коду? Не добавить, мне вот интересно, кто-нибудь Koin использует на своих проектах, может даже боевых, или так с ним работал, просто я все про Koin читаю, смотрю, но все больше хочется именно его попробовать, потому что мне казалось, что зачем, есть Dagger, все классно, но даже здесь видно, что Dagger один или два проекта использовали, все остальные Koin, неспроста же, наверное, вот, вот, как кто относится к Koin, вот, ну, возможно, я сейчас пока буду думать, и там Dagger, hint, и я такой, ну, ладно, Koin, типа, прошел мимо, всем пока, вот, типа, такого может быть. Я вообще читала, что некоторые просто не разобрались с Dagger, и начали использовать Koin. Ну, то есть, много статей начиналось, вот, я пытался, Dagger, там, типа, накрутил всего, там, субкомпоненты, а потом, вот, он понятный, достаточно легкий. Есть в этом доля правды, Koin действительно проще, но даже, ну, он сейчас по функциональности не уступает Dagger на маленьких проектах. А вообще, сейчас, мне кажется, сейчас в Dagger проще войти, что там Google уже сделал кодлаб, вот, а покойную, что-то я там кодлаба не встречал от Google. А там даже кодлаба не надо, просто в Реми, там, открываешь главную страницу, я прямо сейчас открою. Так. Ну, еще, смотрите, в 4.1, да, Android Studio, там же затащили как там такую вещь, что в зависимости видно, откуда проводится у Dagger, вот, так что все-таки Google, наверное, ставит на Dagger больше. Да, я согласен, но правильно говоря, что Dagger нужно уметь готовить. если Hilt закроет эту дырку сложности подготовки Dagger, ну, приготовки Dagger, тогда окей, но пока что я не понял до конца, закрывает он эту дырку или нет. Потому что Coin, я вот сейчас открою главную страницу Coina, и, по сути, вот эти вот 6 блоков это все, что вам нужно для того, чтобы работать с Coin. А на Dagger без Hilt там количество кода, которое нужно писать, оно огромное, прям большое. А здесь, ну, прям, вот это вот все, по сути. Конечно, есть свои особенности, но выглядит как очень просто, прям просто. но функционально. А по поводу Влада, твоего вопроса. Все, хочу начать. Есть такой анекдот? Да, я не хотел начать. Это, чтобы тебе обидно, не было, просто сказал. У меня Dagger драйс. хе-хе-хе. Короче, что, что смотреть? Надо просто попробовать, понять, создать небольшой проект, и все станет понятно. Просто подход, в котором V-модельки генерируется через конструктор, и как это выглядит здесь, ну, блин, реально проще. Вот модуль, вот DSL, которая делает V-модельку, get, это метод, который забирает зависимости из графа, а еще, а еще, а еще, а еще, вот то, о чем я говорил, конструктор для V-модельки, который создает V-модельку с параметром. То есть, вот эти два get, а вот эти две зависимости берутся из графа, а этот ID создается внутри Activity. Ну, короче, решает все проблемы, которые возникают в простых приложениях. Пока какие еще вопросы? А это, вы, получается, выбрали те страны, те проекты, которые вышли раньше всех, да? Которые нашли. То есть, не по какому-то отбору, как вам там понравилось, что показать, а именно-то? Нет. Ну, Швейцарию, предположим, она есть, и мне не особо было интересно ее смотреть, поэтому я вообще ее обошел стороной, по сути. Ну, по сути, то, что нашли, то и рассмотрели. Максик. Максик. Так, там вопрос от Светы про таблицу, есть ли у нас какая-то сводная док, где в каждом проекте, может, написано немного, у нас есть такая, на самом деле. Но... Ну, для интернал use. Ну, да. Расшариваем Света. Так, смотрите, ребята, вопрос. Мне понравилось применение Bluetooth Low Energy, вот, и вы в курсе, как вот еще, еще какие-то полезные применения, есть эта технология, вот, кроме этого? Здесь, конечно, она хорошо зашла. А вот еще, просто примеры. Не знаю, это же технология, уже старенькая такая. Да, она старенькая, лет, почитай про, я забыл, как они называются, не токены, не биконы. Да, да, я просто, как бы сказать, вот, применение, чтобы оно, как бы, нормально ложилось, то есть, люди создали технологию, а так, как бы, применение практического, я, как бы, не особо нашел, а здесь вот нормально, то есть, она зашла. Не, на самом деле, применения у этой технологии достаточно много. Я сразу вспоминаю ситуацию с биконами, и как она развивалась, и применений, там было, ну, предположим, когда ты приходишь в магазин, подходишь к кедам, и твой телефон сразу понимает, что ты рядом с этими кедами, а не рядом с другими, и сразу показывает тебе информацию по этим кедам, а не другим. Как ты подходишь в аэропорту к табло вылетов и с телефоном, и тебе сразу говорится, ага, у тебя там такой-то айдишник, значит, тебе нужно редиректнуть, показать маршрут до твоего гейта, ну, вот такое вот, ну, по мини много. Это просто технология, технология помогает нам жить. Их надо применять, интересно, решать проблемы. Я хотел добавить вот это по Bluetooth, то, что Apple и Google, они добавили новый идентификатор именно для приложений. То есть, у нас как, у тебя когда есть Bluetooth-сервис, ты можешь найти сразу все устройства, да, если тебе там нужны принтеры, у них свой код, а вот для отслежения, так сказать, людей, они добавили свой код. То есть, ну, прикольно. У меня был интересный вопрос, я удивлен, как его Владу никто не задал. Влад, а почему парное шифрование каким-либо образом не используется? Почему я не могу шарить свой публичный ключ со всеми, и чтобы как-то его провалидировать, используя свой приватный ключ? Там суть в том, что у тебя ключ должен постоянно меняться. То есть, ты идешь по улице, ты постоянно, блин, куча пользователей отправляешь свой идентификатор. И тут главная логика в том, что он должен постоянно меняться. Вот какого-то раз 10 минут, какого-то 1 минуту. То есть, у тебя так не получится. Тебе нужен некоторый алгоритм генерации вот этих ключей. И у тебя, конечно, есть какой-то ключ, секретный, но может быть, на базе его, на базе еще каких-то алгоритмов ты должен генерировать этот ключ. что-то здесь именно в этом смысл. А я правильно понимаю, что он меняется для того, чтобы пользователи не знали, от кого ты именно заразился, чтобы тебя не инфицировали? Чтобы не отследить человека, да. Ну, то есть... Чтобы по людям, по которым он прошел, непонятно было локацию, что это его ключ, и он... Локации там и так не трекаются у Google. Тут, в принципе, что не было, что условно там какой-то определенный пользователь с этим одишником там встретился там с другими людьми. Вот. Ну да, понятно. То есть, чтобы по базе там, если смотришь, ключи были просто разные, грубо говоря, и непонятные, что это к одному человеку. Да, или имейте в виду то, что там алгоритм такой, что они смотрят, ага, вот у этого чувака, вот у пациента А, были там, условно, сто ключей за день, и эти сто ключей он отдавал столько-то людям. И они берут, по сути, массив этих ключей и смотрят, какие из этих ключей есть у других людей. Ну да. И они разбивают по маленькие этапы, то есть они смотрят, вот есть совпадение или нет. Ну и момент, когда уже заразился, а не просто так, чтобы за каждым следили, грубо говоря, переселить. Ну конечно, конечно. Вот. Вопрос вспомнила, получается по функционалу все эти приложения примерно идентичны или они совсем разное делают? То есть мы со стороны архитектуры больше рассматривали коды и технологий? Да. Они одинаковые. Похожи. Со стороны трекинга, да, они все одинаковые, у них используется Bluetooth, и даже то, что технологии чуть-чуть разные, но там отличия прям минимальные, то есть с точки зрения пользователя все одинаково. Ты отправляешь некоторые ключи, как-то отображающие с пользователями и все. Кто-то больше данных отправляет, ну вот, в некоторых локациях действительно отправляются, где-то, ну, ну это уже не круто. Ну да. Но тут же все-таки нужно учитывать, что да, то есть правительство там тех стран, где пускают приложение, они решили, что это окей. Вот. Google с Apple им было бы сложнее, только они на есть мир сразу же делают. Нужно учитывать разницу менталитетов и подходов. Много рассказывается есть про то, что в Сингапуре на каждом углу камера и жители Сингапура, они смирились с тем, что типа, ну да, все правительства всегда знают, где я, кто я и что я делаю, но зато меня это уровень преступности меньше и так далее. То есть они уже готовы. Как раз в Сингапуре и вышло это решение сначала. И хорошо себя показали. Да, да, то есть они локацию и номер телефона еще твой знают. Номер телефона на самом деле удобнее, потому что можно человеку позвонить и это 100%, а приложение он действительно может не обновить, не зайти, забыть. Ну и надо иметь в виду то, что в Сингапуре помимо локации, помимо собственно мобильных телефонов, Bluetooth и локации, еще большая система реально слежения за людьми по камерам, поэтому данных было еще больше, чем в других странах. Влад, а скажи еще раз, я там помню, я упустила момент, как именно может оказаться, что тебе пришла нотификашка, что ты заболел, если ты что-то не обновил, что именно там нужно? Просто открыть экран и видеть? Или нужно прямо... Там есть некоторый список обновляется именно ключей, так сказать, зараженных пользователей, то есть вот эти дневные ключи, которые ты генерируешь, отправляешь другим пользователям. И я имел в виду, что эти ключи отправляются всем, они как бы в открытом доступе на самом деле, и злоумышленник может этот ключ получить. И дальше он может... В общем, есть атака на дневные ключи из-за того, что у нас, в принципе, и алгоритмы все известны, ну, и там 14 ключей генерится, насколько я помню, но, как я посмотрел, можно совершить атаку именно как симулировать, что ты заболел, но ты не болел, например. То есть такое. Но, и поэтому есть некоторый сервис, который это как бы контролирует, то есть он обновляет свои ключи, все новые, то есть это не столько прям на безопасности, ну, узнаешь, что ты заболел, а на самом деле не заболел. Это хулиганство. Ну да, это хулиганство, да, а вот когда ты локацию свою трекаешь, где ты там был, куда ходил, ну, это уже все-таки с этими данными могут маркетинг работать. То же самое произошло, вот, в Корее, по-моему, произошло, когда данные пользователей по сути отдали свободный доступ. Ну и плюс вообще не очень круто, когда знаешь, если что, за человек, с кем он встречался, где именно. Ну, на Сурисе вообще параномия. Вадим уже пять минут пытается задать вопрос, а мы его все перебиваем. Да, да, да. Смотрите, вот для себя что-нибудь взяли из этих приложений? Подходы какие-нибудь? Ну, как бы вот посмотрели и что-нибудь такие, во, вот это они круто сделали, хотим у себя так же. Сейчас я соображу. Убедили, что они как в топовых приложениях. Ну да, они этот мир новый не открыли, в принципе, то есть все подходы были известны, больше, может, уверенности появилось, например, что этот подход точно правильный, типа такого. Что мы на правильном пути, да, типа? Ну да. Что-то, а, про эпокси. Про эпокси и стеха. Вот про эпокси я просто никогда с ним не работал, я для себя почерпнул, что, блин, Жень, надо посмотреть, что это такое, потому что говорят по-производительной. И с тем подходом, с которым мы сейчас работаем, у нас действительно перерисовываются лишние части UI, а с помощью эпокси можно будет решить этот вопрос. Ну и стеха я почему-то у нас до сих пор его нету в проектах, и я тоже как-то с ним побавовался. А в остальном мы действительно ну пишем вот-вот все, что я выделял в проектах, я выделял в первую очередь в смысле о, вот это как у нас, значит все нормально, о, вот это как у нас, значит все нормально. А я за стреха схожу, что как бы вот она раньше, ну, полезная была, да, то, что вот, ну, как бы, мне кажется, киллфичи была это посмотреть и базу данных на устройстве, но сейчас, когда вот 4.1 вышла, ну, как она сейчас еще в бете, Android Studio, там же уже есть дата инспектор, и как бы вот сейчас стех вообще мне как бы не нужно. И там еще баг такой был, что команду стеха ты не можешь выполнить, ну, то есть там селект какой-нибудь пытаешься выполнить, и не получается гуглишь, проблема как бы старая, вот, ну, и как бы они не фиксят. И сейчас вот, когда дата бэс инспектор вышел, мне кажется, стеха вообще закат будет. Ну, вот я тоже, наверное, согласен, потому что, да, я стеха тоже пользовался, когда вот и room вышел, что прикольно там смотреть вместе с стеха, ну, как дебаг базу данных сейчас, ну, действительно. Мне понравился дейпер, Мишина, чекера, я захотела его посмотреть подробнее, по крайней мере. О, да, Оля правильно сказала, вот это надо задаскивать, вот это я пустил. Я вот помню, что я что-то выпустил. Мне тоже понравилось. Ладно, спасибо большое, мне пора бежать. Мне очень понравилось. И прикольный формат. Я еще шла такая, думаю, блин, я не посмотрела ни одного приложения, сейчас буду сидеть слушать, а оказалось, что как раз это и надо было, и теперь можно двигаться вперед. Пожалуйста. Короче, пока. 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 Спасибо большое. Так, ребят, есть еще какие-нибудь вопросы? По каротинам, может, что мы еще здесь такого обсуждали? Ну, вот по флоу вы там как бы уже юзаете или так? Просто смотрите? Флоу, да. Там есть два вида флоу. Просто флоу, каротиновский, мы уже используем. все-таки live data это про жизненный цикловый активит, а не про работу с потоками. А флоу, ну, по сути, у нас сейчас из всех репозиториев торчит наружу флоу. Там, где данные мы отдаем, а не event. А вот стоит флоу, ну, они не так давно вышли, еще не было возможности затащить, но, скорее всего, затащим. Я вообще верю, что, ну, мы сейчас так пишем, что у нас, мы пишем на MVI, на MVI для бедных, на вью-модельках, и стоит, эффекты, много реактивщины, и несмотря на то, что мы пишем на андроидовских вью-модельках, у меня есть там эксперимент, когда я выделял вью-модельку как отдельный класс вью-модельке и просто оборачивал, сейчас сравниваю, я выделял класс Kotlin мультиплатформа вью-моделька, этот класс я оборачивал внутри вью-модельки андроидовской, и подписывался на данные Kotlin мультиплатформ вью-модельке, и, по сути, получилось использовать вью-модельку вообще без андроид-компонентов, а это говорит о том, что можно подобный подход использовать при создании Kotlin мультиплатформных проектов. Кстати, вот я удивлен, что нигде не было Kotlin мультиплатформы, но не то, что удивлен, но типа был бы классно, если бы она была хуй где-то из этих проектов. Еще вопросы? Ну, есть ли тогда вопросов? А ты сам хотел бы написать приложение, собственно, для для Россиюшки? Как бы это сформировать? это такая, такое... Короче, нет. Понятно. Сейчас никто, мне кажется, уже. Да, дело не в этом, дело в том, что если заниматься такими вещами, которые условно будут, могут повлиять на все на федеральном уровне, то в России нужно знать, как общаться с государством для этого. И знать, куда не надо наступать, чтобы не ошибиться. Мой опыт работы на государственную компанию не очень хороший, поэтому я не говорю желания. Окей, понятно. Вообще есть какая-то информация, насколько... Ну, кто-то же пользуется, уже говорили этими приложениями, насколько вообще это полезно и вообще это работает. Есть какая-то информация? Можешь почитать про Китай и Корею? Один из важных факторов, что все подчеркивают Всемирные Ассоциации Здравоохранения, то, что пандемию останавливали там именно... Эпидемия останавливали там именно с помощью пандемии. в том числе приложений. Действительно, когда ты не знаешь, кто вокруг зараженный, кто нет, и ты можешь посмотреть на своем планшете свой статус, ну, блин, это действительно важно. Спасибо. Презентации были скриншоты, именно сколько там скачало людей, можно вернуться посмотреть. То есть, некоторые приложения прямо назад. Да. ну, вот здесь, например, это вообще такая локальная история. Видно, что они все взлетают в приложении, да. вот, ну, Великобритания, она вообще в бете, то есть... вообще мы не затронули еще одну тему, то, что и Google, и Apple расшарили свой ЗДК только для одного приложения на страну. И это... в первую очередь, я воспринимаю, вот, то, что мы сейчас обсуждали, это как наработки, которые позволят в будущем, если такая ситуация, не дай бог, возникнет, быстрее на нее отреагировать правильно. На самом деле, из ДК это не все использовали, просто что у них правило, что одно приложение от страны, и его могут уже паблишить Министерство здравоохранения, ну, в общем, только так, может быть. Ну, вот это, наверное, приложение Италии самое большое вроде поскачиваем. И надо тоже понимать, что я не знаю насчет Италии, но австрийское приложение, по-моему, или какое-то другое приложение, там написано, что данные собираются не только из этого приложения, но они собираются и из других приложений, некоторых, куда строен их там SDK. Ну, по сути, это такая кроссплатформенная слэш-кроссприложенческая штука, может быть. Ну, то есть, да, некоторые страны не объединились, используют один этот протокол, вот. Поэтому, конечно, будет работать. Да, даже прикольно, не знаю, ну, я так говорю, прикольно насчет заболеваний, но, тем не менее, интересно сравнить, ну, какой подход будет лучше работать, то есть, если есть там SDK от Google Apple, есть свои местные решения, интересно, можно будет как-нибудь сравнить вообще, ну, типа, что действительно лучше работает или нет. На них, видишь, разные цели немного, то есть, у Google была именно цель IP-шку предоставить, и они не хотели приложение писать, а кто хотел приложение писать, они не хотели ждать, пока Google IP-шку предоставит, что долго, и плюс, ну, у Google прям, там, секрюжность настолько, что не знаешь вообще, что за человек, где он был, вот, поэтому они много разные проблемы решают. Нет, ну, в смысле, ну, конечная проблема, чтобы люди заражались, эти можно измерить. Это да, но там, например, точность именно, ну, действительно ли ты заражен или нет, то есть, больше данных собирает, в этом плане. Я говорю, что там именно подход сам в ключах, там, да, то есть, ну, очень похожий, то есть, просто используются разные алгоритмы, например, ну, шифрование, да, для оптимизации где-то, ну, то есть, что не критично, вот, основа одна. Так, у меня еще есть вопрос. Спасибо за доклад, во-первых. Раз тенденция идет в сторону мультиплатформенных проектов, рассматривали ли вы использование KTOR как HTTP клиента в Android-приложении? Рассматривал, экспериментировал в последнее время, он даже, ну, похорошел, и рано или поздно я вытащу часть нетворка и часть, ну, вообще, корт-часть из приложения большого, которым мы сейчас занимаемся, и попробую переделать это на KTOR, на корт-ленциализацию, ну, и сделать его мультиплатформенным. Я его использовал, чтобы с WebSocket работать, было довольно удобно, получать WebSocket как Flow, сразу же из коробки. Да, да. у KTOR хорошие впечатления остались. KTOR хорошие. Я, последний раз я что-то делал с KTOR, наверное, год назад, он уже тогда был хороший, просто для REST API, простой REST API, без всяких заморочек, и только чисто Android-разработки, все-таки Retrofit сейчас доминируют. Retrofit и OX-TTP. Спасибо. Есть еще вопросы, ребята? Ну, не вопросы, но вот я хотела сказать что-то. я посмотрела это Flutter приложение, и оно кажется же просто только информационное, исключительно. Там ничего не используется. Ну, и я написала, там мне понравилось, что данные запрашиваются сразу, и при сворачивании типа класса. Ну, вот все. Мой обзор. Да, оно действительно простое. Ладно, тогда. Кажется, вопросы сошли на нет. Если что, вы знаете, где и как нас найти. И приходите еще на метапчики. Всем спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо большое за большой обзор. Ждем на Android-разборе 11. Android-11 разбор 4 июля. Ладно, всем пока. 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 Так. Так. Пока. 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 Субтитры.